Нота Бене Нота Бене Нота Бене Наши вопросы связаны со здоровьем спортсменов А самый главный генеральный вопрос мой Как занимаясь спортом Выбраться из него живым В общем такое спортивное долголетие Давайте вот начнем с первого момента Какие может быть новые Системы и новые Введения появились В связи с тем что главным тренером Сборной России Патюдо стал Некий для нас загадочный итальянец Ну вот После олимпиады После успешной олимпиады 2012 года для мужской команды дзюдо Старший тренер Главный тренер мужской команды Стал же и Теперь главный менеджер Обоих команд Мужской и женской И естественно он теперь Этсел Гамбо И он теперь руководит Всеми процессами В женской команде тоже Естественно очень много всяких изменений Положительных Ну положительных естественно И режим тренировок И режим питания И режим питьевой И там немаловажно для нашего вида спорта Там сгонка веса Поддержание определенного веса Который необходим спортсменам И поддержание этого веса При наращивании мышечной массы Поддержание этого веса И все это Все его теории Научно обоснованы Он постоянно В интернете выискивает Какие-то новые разработки Для того, чтобы Внедрить, да? Ну да И сразу внедряет Сразу же спортсмены Это пробуют Сразу же И как бы спробуют Сразу наблюдают за собой Делают какие-то выводы Все сразу корректируются То есть такая обратная связь получается, да? Да, все время идет Все время Все время Как бы диалог такой идет Между спортсменом Тренером И нету каких-то Указаний свыше Которые должны выполняться Беспрекословно Все время спортсмен Говорит, как лучше Как ему бы хотелось Или как он себя чувствует И поэтому Я думаю, что Это и является В общем-то Это и дает Какие-то положительные Такие результаты И в спортивных достижениях Ну и в том, что Спортсмены себя хорошо чувствуют И хотят Тренироваться И работать Так как мы знаем Там спортсмены Уровня сборной России В общем-то Переносит тяжелые нагрузки Достаточно такие Тренировки Интенсивные Не такие долгие Как обычно Везде принято У нас И всегда так было С советских времен Но достаточно интенсивные И энергозатратные И в общем-то Одно из таких новшеств Рекомендации Этсо Гамбы Пить как можно больше воды И пить постоянно Даже при сгонке веса? Даже при сгонке веса Как правило Когда люди начинали гонять вес Сразу же ограничивали пищу И в воду И в общем-то Ну так самочувствие Не очень хорошее было Нет вообще ни сил Ни энергии Тренироваться Там уже мы не берем Про то, что хочется есть Или пить Это уже естественно Это уже естественно Да, и на это даже Никто внимания не обращает Но то, что у тебя Даже нету сил Иногда шевелиться Или там встать с кровати И пойти потренироваться Сейчас вот такая Новая система Значит пить надо всегда В воду Ограничивать только за Один-два дня до взвешивания И в общем-то такой Обмен вот этой Водой постоянно В организме идет Спортсмены хорошо На тренировках потеют Уходят По там Вот если у девушек У маленьких категорий Там 300-400 грамм Проблемы за тренировку То сейчас По 700 По килограмму Легко уходит Этот вес Он Несмотря на то Что большой приток воды Она же тяжелая Она и хорошо Вымывается И видимо вместе с этим Вымываются все продукты Распада Которые в организме Ну вообще Этой жизнедеятельности И наших вот этих тренировок Все Нехорошие вещества Я думаю Просто тоже Выходит с этой Спотом там С этой водой И ты опять чистую водичку В себе заливаешь Ну я думаю Что в общем-то Так происходит И поэтому Еще как правило Тот кто гоняет вес У них потом проблемы С почками Вот из-за ограничения Жидкости Видимо Очень многие спортсмены И камни там В почках появляются И получается то Что ты воду пьешь Тебя почки работают Как обычно Все Все твои органы Печень работает Как обычно Никаких там Я не знаю Шлаков там Не остается И спортсмены Себя чувствуют хорошо Вот уже Два Турнира прошли Девочки Которые вес убирали Вот по такой системе Говорят Что чувствуют себя хорошо Что есть И энергия И желание Тренироваться Все нормально И также Есть специальные Тренировки Для сгонки веса Там Они тоже появились Вот благодаря Тому Да Такого даже Никто не знал Что есть специальные Тренировки Для сгонки веса Там спортсмен Выполняет Элементарные Элементарные Очень легкие упражнения Без напряжения Без такого мышечного напряжения Но с максимальной скоростью 5 секунд работает 5 отдыхает И так 30 минут И вот за эти 30 минут Так же Вот может Килограмм Килограмм уйти Ты потеешь Ты двигаешься Потеешь Но силы не тратишь Все Тренировка всего 30 минут Она проходит настолько быстро Ну как же наш эфир Ты даже не замечаешь Что эти 30 минут Прошли И там специальный тренер Есть по ОФП Он тут же прямо Пока ты 5 секунд отдыхаешь Он тебе следующее Придумает упражнение Еще и интересно Получается Да получается интересно Ты всегда во внимании Всегда там на него смотришь Эти 5 секунд Пока у тебя отдых Он тебе следующее упражнение Объясняет Ты в свои 5 секунд Быстро его повторяешь Ну в общем-то Достаточно Слушайте Насколько я понимаю И благодаря вот тому Что все интересно Все я так извиняюсь Из любви к спортсмену происходит Получается и психоэмоциональный фон Да Очень такой благостный Благоприятный И хочется и тренироваться И что-то достигать И делать Ну да конечно Обстановка Атмосфера такая Очень дружелюбная Спортсменов всегда поддерживают Всегда им помогают Откликаются на все их просьбы Спортсмены это все Естественно видят и чувствуют Хотят максимально себя проявить Везде На тренировках На соревнованиях И в общем-то Я думаю Что скоро будет Хороший результат Ну в медалях В медалях Мы держим крестики За тот результат Хороший Поэтому так вот И еще там даже Вот вроде как считается Мы хотя придерживаем вес Но никто никогда Про питание ничего Не объяснял Не говорил Здесь так же Начали правда С тяжелой весовой категории Для них наверное С той категории Да С той категории На которую никто Никогда не обращал внимания Потому что нет У них ограничений Весить Человек может весить Больше 78 килограмм А на сколько это больше Хоть что Хоть это будет 200 И у него вес Хоть 300 Это никто И никто над этим Никогда не задумывался Но тем не менее Цагамба начал Внедрять свою Такую диету Именно с тяжелого веса Для того чтобы люди Убрали вот этот С себя лишний жир Который в общем-то Получается что они там По я не знаю Больше на 10 килограмм Да там по 10 15-20 килограмм Таскают постоянно на себе И нагружают Перегружают себя Свои суставы Сердце И так далее Поэтому он начал Именно с тяжелой весовой категории Расписал им диету Можете нам вот парочку Каких-то рекомендаций Озвучить Ну на самом деле Я так читала Эту диету Ничего такого Нету Единственный принцип Углеводы нужны нам Спортсменам Для энергии Для того чтобы мы Двигались Нормально Но эти углеводы Спортсменки употребляют Ну и спортсмены тоже В первой половине дня Получается Что у нас тренировки Три тренировки в день И вечером Углеводов Нету В основном Это все клетчатка Или там что-то нежирное Какие-то белки нежирные Мясо Или мясо нежирное Товарное Нежаренное Либо рыба Что-то вот И Ну вот Воду тоже надо пить Но Им также рекомендовано Пить как можно больше воды Но Прекращать питье За час До приема пищи И обновлять Опять этот прием воды Через час После приема пищи Получается Что ты кушаешь Не запивая Ничего И Там чай Кофе Только на завтрак Можно пить С какими-то там Печеньками Или бутербродами Потому что мы люди Не можем Без чая Без кофе Вот Насколько понимаю Такие принципы Вообще всем Вот таким Людям Не спортсменам Подходит В питание Я думаю Что Да Всем Я думаю Что да Это Вот вода Так все равно Основа нашего организма Да Всей нашей жизнедеятельности Получается И даже Если вот Мы вспомним Там Эмиссар Эмото Да Японец Он эту воду Структурировал Структурировал Да Фотографировал Что вода Откликается На это все И если В нашем Организме Плохая Там какая-то вода Она остается Да В клетках Везде Но я думаю Что и человек Из-за этого Себя хуже чувствует Либо когда У тебя все это Постоянно обновляется Конечно И организм твой Обновляется И энергии больше И какой-то Я не знаю Жизнерадостности больше Свежести мыслей Да Свежести мыслей И плюс еще Получается То что у тебя Все время В организме Вода свежая Вокруг тебя Такая дружелюбная Хорошая атмосфера Похоже Эта вода Структурируется Так как надо И там Вообще все Замечательно Я бы вот От себя еще Добавила К этой воде Чуть-чуть бы Микроэлементов Потому что Если активные Интенсивные потения И вывод Солей То их нужно И восполнять Вижу что Женя рвется В бой с вопросом Женя Да Я хотел бы спросить Такой вопрос Ваш совет Для Юных спортсменов О том Как совместить Спорт И Учебу Ведь не секрет Что после Тренировки Уже Руки не так Тянутся К учебникам Есть желание Отдохнуть Полежать Да Я согласна В общем-то Вообще В городе Это все Очень сложно Совместить Пусть у нас Перем Не такой уж Огромный город Но тем не менее Не такой спортивный Или хотя Или спортивный Ну в принципе Спортивный Но в общем Достаточно сложно Да После учебы Еще надо Где-то покушать Добраться До тренировки У тебя уже Даже Ты доберешься До тренировки У тебя уже сил нет Я даже Что я могу Посоветовать Только чтобы Зал был Расположен Ближе Как-то Все это Более компактно Да Или к месту проживания Или к месту учебы Чтобы не забирал Так много Времени И сил Дорога Но на тренировки Да Все равно Ну и тренировки Проводить вечером Чтобы ты потренировался У тебя осталось Чуть свободного времени Там покушать Где-то прогуляться Перед сном Успокоиться И ложиться спать Вовремя Потому что Естественно Если ты после тренировки Еще пойдешь Куда-то гулять Тусоваться Полночь прогуляешь Ляжешь там В два-три Утром Конечно не будет Уже ни сил Голова не будет свежей И проблема с учебой И с работой И уже К вечеру К тренировке У тебя уже Пять сил не будет И это вот Кстати тоже На сборах Сборной страны Все время там Тренируются на базе И в общем-то Все живут По режиму дня Я на себе ощущаю Что если человек Живет по режиму дня Все время Встает в одно И то же время В одно и то же время Кушает Ложится спать В одно и то же время Тренировки Самочувствие Улучшается Я не знаю Значительно И буквально Два-три дня И все Ну вот у меня так Два-три дня И совсем себя По-другому чувствуешь У тебя уже Никогда там не бывает Что ты голодный Никогда не бывает Что ты не выспавшийся Это в общем-то Для Я считаю Что для людей Для эффективной их работы Там учебы Тренировки Важно Чтобы человек Был Сытый Отдохнувший Выспавшийся И в общем-то Режим дня Это один из способов Как-то себя Немножко Вот Держать Ну что ли Держать Вот в этой хорошей форме Любая Александровна Кому как не вам Есть чем сравнить Вы были сама Спортсменка И с разъездами И с режимом тренировок И с учебой И с чем Да потому Вы сама были тренером В рамках Города Пермь Сейчас Вы сама Тренер В рамках Сборной России И вот Такое Влияние Режима Это Ну я не знаю Расхожее есть мнение Да Спортивный режим Но На самом деле Он наверное Любого человека Касается Или любого человека Ну Важен И свою пользу Привносит Ну конечно Каждый И тем более Этот режим Каждый должен Ну может Да Немножко под свою жизнь Все это переместить Не обязательно Адратировать Да Не обязательно Всем вставать в семь Всем кушать в час Всем там Второй раз Там во сколько Ты можешь встать Кому в шесть Кому в восемь В зависимости от того Во сколько тебе наработали На учебу Там Также по питанию Все это на час На два Может двигаться Главное чтобы это всегда происходило В одно и то же время Я понимаю Что это сложно Сделать в городе Что я возвращаюсь сюда Сама на себе Все это испытываю Что когда возвращаешься В город Невозможно жить Парас Тлетворное влияние Постоянно Кстати у меня там остается Время Час Полтора Я уделяю Себе Успеваю тренироваться При этом прекрасно себя чувствую Здесь у меня даже желания нет Потому что Вот В общем то Эти всякие посторонние Дела Проблемы Отбирают Вот Эти силы Получается Ну Не знаю У других людей Наверное То есть вы сама еще и тренируетесь И продолжаете тренироваться Да Тренируюсь Но естественно Не как спортсмены По своему Отдельному плану А вот С какой целью С какой мотивацией Вот вы это делаете Ну я конечно Для поддержания здоровья В первую очередь Для поддержания своей Формы Уже не спортивной Но около спортивной Потому что все таки Иногда приходится Когда не хватает пары Так как у нас Все должны быть по парам Мне приходится выходить На татами Стоять в паре Помогать спортсменам Ну это тоже большая нагрузка В общем то все равно Мой организм должен быть Готов переносить Пусть не максимальные Нагрузки Как у спортсменов Но Где-то средние Так скажем Средние для спортсменов Сборной страны Но для простого человека Это наверное максимально Это максимально Скажите пожалуйста Вот такой момент Рано или поздно С любым человеком С любым спортсменом Случается вот такая вещь Когда спортивная карьера Заканчивается И вот этот переход От больших нагрузок К нагрузкам Никто над душой не стоит Никто не обязывает Вот такой вот Плана четкого нет Как вот этот переход совершить Где найти в себе силы Для мотивации Где найти в себе Желание Ну на самом деле Для меня Это все так нормально Спокойно Естественно Произошло Когда ты тренируешься По часу полтора В день В спокойном режиме Такой Который тебе сегодня Необходим Да Плохо себя чувствуешь Или там Ну как-то не очень Не такое уж большое желание Сегодня потренироваться Ты можешь поменьше Тренировку сделать Не такую интенсивную Сам себе хозяин И я думаю Что у спортсменов Которые слишком много Тренировались Там в сборной страны Постоянно Там тренировки Три тренировки В день там По два часа И когда тебе всего часик Надо в день потренироваться Это вообще нормально Не бывает такого Бывает конечно лень Опять же лень Ну можно себе законный выходной сделать Раз в неделю Отдохнул этот день Когда тебе уж не хочется совсем В другой день пошел Что-то сделал Опять же есть всякие Бассейны Велосипеды И даже баня Это тоже вид тренировки Ну баня Сама И что вот еще У Этсел Гамбо Еще одно такое вот новшество Каждый день Спортсмен должен заходить в баню После вечерней тренировки На один-два захода Не так уж прям перепариваться По два-три часа Но на один-два захода Видимо для того Чтобы это Так же этот пот выходил Так же вот этот Обмен воды Происходил как можно Интенсивнее Критерий какой? До вспотеть? Да Вспотел Погрелся Чтобы у тебя Ну вот что ли Вышла вся эта молочная кислота Из мышц Чтобы ты немножко Мышцы расслабились И всем обязательно Специально договариваются Делают баню И каждый должен заходить в баню А массаж? Ну массаж он тоже есть Он всегда есть Спортсмены этим пользуются Эта процедура Всеми любимая Поэтому массаж Не надо на массаж Загонять людей каждый день Они сами идут Вот Просто в бане у нас было Самое частое Это два раза в неделю Сейчас он объяснил Что необходимо каждый день И спортсмены Которые гоняют вес Тем более должны ходить Каждый день И еще у нас такое было мнение Что за неделю Многие До соревнований За неделю до соревнований Не ходили в баню Потому что потом Не смогут Мышцы не смогут напрягаться Ну как бы максимально Напрягаться Слишком расслаблены Но он объяснил Что не нужно там сидеть Перепариваться Запариваться Слишком долго Ты должен посидеть Насколько тебе комфортно Один-два захода Это Ну занимает полчаса времени Но так же у тебя Где-то грамм 400-500 Уходит за эти два захода Ты опять пошел попил И я думаю Что таким образом Просто организм Быстрее обновляется Быстрее восстанавливается Женя Еще хотела спросить О спорте Очень важен такой момент Как психология Вот скажите Как вы Будучи спортсменом Справлялись С каким-то С волнением И что советуете Вашим подопечным Ну с волнением На самом деле Справиться нельзя Все равно Все выходя На соревнования Все равно Все волнуются Просто кто-то волнуется И у него Способности Улучшаются Усиливаются Он начинает Показывать Выше результат Чем и лучше Там допустим Бороться в данном случае Чем на тренировке У кого-то наоборот Он весь переволнуется Перегорит Забудет вообще Все что умел Вот Но я думаю Что это зависит Просто от человека Типа Я не знаю Нервной системы И люди Которые перегорают Их просто надо Отвлекать Чтоб они не думали Про эти соревнования Кому нормально То есть у тебя Должна быть Это называется Боевая готовность Пульс все равно Высокий Ты все равно Стоишь потеешь Ты все равно Волнуешься Состояние боевой готовности Что ты в любой момент Ты готов Показать Ну что ли Максимальное Какое-то Ну свой максимальный Что ли Результат Свою максимальную силу Так то есть мышцы Готовы сократиться Готовы работать Интенсивно Мощно Вот Если ты будешь Совсем спокойный Ты не сможешь реагировать Да Если ты будешь Слишком возбужденный Ты тоже не будешь Голова не будет соображать Хорошо Поэтому надо вот такого Но это только с опытом Никакие психологи Вообще не помогают Когда они там Начинают говорить Вот так надо себе Что-то там Проговаривать Или еще что Или Это вообще не помогает Каждый должен найти Свой путь И свой способ Себя держать Вот в этом состоянии Боевой готовности А должен ли тренер Быть психологом? Ну конечно Тренер должен И тренер должен Видеть Человек Волнуется Слишком волнуется Или человек Вообще спокойный Ему все равно И пока вот у нас Перед тем Как выйти на татами У нас есть время Когда проверяют Кем оно То есть ты там стоишь В определенном Таком коридоре И ждешь Своей Встречи Где-то 5-10 минут И главное В это время Чтобы спортсмена Настроить Дать ему Во-первых Какие-то Ценные указания Как бороться Именно с соперником Который сейчас будет Ну и конечно Я считаю Что тренер обязан Просто поддержать Спортсмена Морально Сказать Давай Молодец Ты сильный У тебя все получится И даже если человек Проиграл эту встречу И выходит Ну проиграл Нельзя там говорить Как раньше у нас Что все Ты никогда не выиграешь Ты такой слабак Сколько можно с тобой Там вообще заниматься От тебя толку нет Вообще никакого Все равно Просто сказать ошибки Что все обязательно получится Вот тут Вот тут Вот тут Надо исправить А есть ли такие Спортсмены Такой характер Что ли На которого наоборот Лучше Покричать Нежели спокойно Поговорить с ним Чтобы Но кричать надо Во время встреч То есть встреча идет Тренер сидит рядом С татами И в принципе Может кричать Я же вижу Кричит подсказывает Да Кричит подсказывает Не кричит на спортсмены Ах ты там такой Да Кричит подсказывает Что надо быстрее Надо там Быстрее атаковать Или еще что-то Бывает что Спортсмен на ковре Не может сообразить Что делать Ты подсказываешь ему Что там Атакуй вперед Или атакуй назад Или Там что-то И, естественно, ты голосом, своим громкостью голоса, он тоже же на это реагирует, он начинает мощнее, быстрее включаться. Что я вот, допустим, у нас есть спортсменка в Перманском крае. Она хорошо, нормально, она может бороться. Но она соображает, что надо бороться на двух последних минутах встреч. То есть первые три минуты она спит. Ее надо или на разминке как следует встряхнуть. Пробудить. Пробудить, да, кого-то на нее такого напустить, звереныша какого-нибудь, чтобы ее как следует встряхнули, что она поняла, что уже соревнования начались. Или если такое не получается, бывает, что ты просто не успеваешь следить, кто там как разминается и с кем. И она выходит, и она спит. Там просто надо сидеть и три минуты орать, чтобы она бороться начала. Чем громче ты орешь и гонишь ее вперед, тем и раньше она начнет бороться. Но это с каждым индивидуально, то есть с каждым. Вот, по-разному все это. Но, как правило, я не знаю, почему там мужчины считают, что там тоже надо накричать там на женщин, на девушек. Они лучше начнут бороться, что-то там пойдут кому-то доказывать. Такого нету. Нет, с женщинами не проходит. Такого, да, такого не бывает. Наоборот, скажи, молодец, давай, все получится. В общем, положительное подкрепление, то есть похвала и вот где-то положительная мотивация. Да, женщины, да. И опять же таки все время, женщины верят ушами, правильно? Что наговоришь, в то они и верят. И самое главное говорить, что давай, молодец, ты сегодня самая сильная, иди, Борис. Даже если тренер женщина, и она женщина... Ну, все равно они слушают, тем не менее, они слушают и выполняют. Есть, конечно... Потому что авторитет. Кто не может выполнить, кто хуже, кто мимо ушей это пропускает, кто выполняет. Но спортсмены высокого уровня подготовки на данный уже момент, либо спортсмены, желающие продвинуться в своем мастерстве, они, конечно, всегда слушают. Так? Вот так. Хорошо. Дмитрий Александрович, если меня больше интересуют вопросы спортивного долголетия, я знаю, что Женю больше интересуют вопросы, как Женя сказал, звездочек. Позвучите свой вопрос. Звездочек, есть ли у нас уже такие звездочки, дзюдо, которые в ближайшее время смогут привезти медали с европейских первенств и, например, отправиться на Олимпиаду? Ну, если говорить про Пермский край, у нас есть спортсмены, но они еще спортсменки. В основном я за девушками слежу. Ребята тоже, скорее всего, они есть, но я не знаю точных результатов, но спортсменки есть, но они еще молодые. И у нас еще так возраст поменялся. Еще на год им продлили юниоров, на год, естественно, на год. И тем и другим? Да. Ну, юниоркам. Юниоркам, юниорам. То есть теперь стал до 20, раньше был до 20 лет, сейчас до 21. И еще более младший возраст был до 17 лет, сейчас до 18. То есть это уже совсем не дети, это уже взрослые, нормальные. Для нас 15-16 лет в обычной жизни это уже взрослый человек. Там это еще ребенок считается. Но в 18 лет ты уже, конечно, не ребенок. Ну, у нас есть девочки, которым 18, 19, 20 лет, но они, я не думаю, что они будут готовы к Олимпиаде 16-го года. Возможно, через Олимпиаду, к 20-му году. Мы будем надеяться, что вы проработаете столько лет. Возможно, и в 16, возможно, получится. У нас такой вид спорта не так уж хорошо прогнозируемый. Тем более сейчас поменялись очень сильно правила. Кто быстрее сейчас под эти правила перестроит свою технику, свою борьбу, тот будет показывать результат. Шансы есть, минимальные, но есть. Шансы есть всегда. Поэтому будем стараться. Здорово. Давайте о спортивной долголетии. Это я про Олимпиаду. А на европейских первенствах по своему возрасту, конечно, у них будут медали. На европейских, на мировых первенствах, но в своем возрасте, не во взрослых. То есть я-то Олимпиада 16-го и все. На самом деле много стартов промежуточных, да, первенства Европы. Я знаю, Любовь Александровна мыслит категориями только мировыми. С Европой все будет. В Европу до 18 лет у нас будет участница. В Европу до 21 года у нас будет участница. Также первенство мира в этом году есть и в том, и в другом возрасте. Также есть Олимпийские дни вот у кадетов, то есть спортсменки до 18 лет. У них есть Олимпиада как бы, вот по этому возрасту такая, мини-олимпиада. Там дзюдо тоже есть. Тоже первенские спортсменки должны участвовать. То есть на таких промежуточных стартах, да, есть наши спортсмены. И я надеюсь, будут медали хорошие результаты. Мы тоже надеемся. Любовь Александровна, вот смотрите, я слушаю вас. И в ваших репликах, в репликах ваших о том, как работает сборная, на что построено, на что сделан акцент. Вот по моим таким выводам, акцент сделан на то, что слушай свое тело, смотри, как оно реагирует на изменения режима питания, режима тренировок. Давай обратную связь, что-то корректируй. То есть вот центр где-то вот внутри, да, тела. Ну, конечно, внутри тела, но все равно надо, конечно, разум подключать и думать, почему так, почему так ты себя чувствуешь. Ну, то есть осознанно. Все осознанно, мало того, что ты думаешь, ты еще все и должен записать. Сколько ты попил, сколько ты поел, сколько у тебя вес ушло за эту тренировку, сколько по времени тренировка длилась. То есть это все записывается, это все анализируется. Для того, чтобы санализировать, для того, чтобы сделать выводы о собственном организме, насколько я понимаю, да? Да, нужно все это записывать. Если ставить план индивидуальный, да? Да. Кажется, что я все помню, я все помню. А детали уходят? Детали уходят, этих мелочей не помнишь, но анализируют то, что у тебя там. Ты сделала, что ты поел, что ты попил, как ты себя чувствовал. Во сколько ты лег спать, во сколько проснулся, как ты спал. Это все, все, все должно быть записано, потому что наша память, она не запомнит за каждый день вот это все. Это все записано, это все анализируется. Кто-то следует вот таким вот эпидентичным рекомендациям? Ну, в общем-то, кто профессионал в этом деле, тот следует. Кто все вот как у нас обычно все делается на авось, тот не следует. А что значит профессионал? Это тот, кто долго занимается спортом? Или тот, кто, ну, не знаю, может быть, это молодой спортсмен, но как-то вот он прям тщательно и осознанно к этому. Да, тот, кто тщательно, осознанно готовится, кто-то за собой следит, кто тщательно готовится к тренировкам. Все вот это записывает, анализирует. Человек может и долго заниматься, но не достичь никакого результата, потому что ему не хватало каких-то вот этих мелочей. Молодой может показать результат, потому что из этих мелочей складывается итоговый наш результат. Опять же, складывается хорошее самочувствие, складывается желание, и это все выливается в хороший результат. В желание тренироваться. Как потренируешься, такой результат будет. То есть кто-то может прийти на тренировку и сказать, ой, спать хочу, ой, что-то у меня сил нет. Почему сил нет? Он не знает почему. А другой знает почему. В следующий раз он так не сделает, чтобы у него опять не было сил. И он сделает это так, чтобы у него были силы на тренировку, на соревнования. Ну и вообще, чтобы себя хорошо чувствовать в течение дня. Понятно. А давайте про тех, кто долго занимается. Я вот свою любимую тему про спортивное долголетие. Какую-то вот, я не знаю, может быть, ваше видение, может быть, вашу рекомендацию вы донесли. Не то, что кто долго занимается, а кто, давайте, долго занимается и показывает высокие результаты. Да, давайте, да, об этих. Это, ну, тоже достаточно профессиональные спортсмены, которые сохраняют свое вот это вот здоровье, получается, в течение там 10-15-20 лет для спорта здоровья, ну, не для жизни, что это намного и поддерживают. Что я считаю, что они просто, эти люди, настолько герои, да, они настолько профессиональны, они настолько знают, что им сегодня съесть, выпить, во сколько встать, во сколько сходить в туалет, что сделать. И, получается, организм уже, он не сбивается, он работает как часы, и там пришло время тренировки, организм готов тренироваться. Пришло время кушать, организм готов кушать. Пришло время спать, организм готов спать. Нету такого, что ты там не можешь заснуть, не можешь проснуться, или, ну, фактически таких сбоев не бывает. И, в общем-то, я считаю, что это залог того, что люди могут достаточно долго тренироваться, переносить высокие нагрузки. И показывать результаты. Показывать результаты. И срезюмируем. Жень, что мы запомнили из разговора с Любовью Александровной? О том, что ждем будущих звездочек на Олимпиаде, ну, пить больше воды. Из таких рук нет звездочки, не получится. Это я вам гарантирую, что это получится. Соблюдать режим, чтобы состояться спортсменам. Чтобы состояться спортсменам. Кушать здоровую пищу. И вот мне кажется, это вообще все эти правила можно переложить на обычную жизнь. Так ведь? Только, мне кажется, в спорте это все более утрированно, сжато в краткие сроки. И вот как-то, ну, не знаю, на пределе возможного. А в нашей жизни это можно сделать размеренно и очень хорошо. Я очень рада, мы сейчас будем завершать. Я очень рада, что вот такой нежный возраст девушки до 23 лет в сборной России, вот сюда, находится, Любовь Александровна, в ваших руках, потому что более грамотного тренера, по-моему, в мире не существует. Это я не в минус Гамбе, а это я в плюс вам. Он уже по-взрослому. Он уже по-взрослому. Мы просто резерв ему готовим, чтобы резерв был уже настроен, нацелен на победу и приучен к режиму, который нужен. Любовь Александровна Брулетова, звезда мирового масштаба. Женя Леонтьев помогал мне сделать так, чтобы наша звезда всеми блеснула гранями своими. Мы желаем всем результатов, здоровья и результатов в любой сфере вашей деятельности, и если вы занимаетесь спортом, в том числе и спортом. До свидания. До свидания. До свидания.